I have ways of blowing things off. Как бы это ни было, наверное, странно или, наоборот, логично. Все-таки сегодня день влюбленных. И как для каждого настоящего игрока, нашей настоящей любовью, пожалуй, являются игры. И я бы хотел сегодня поговорить даже несколько об этом. Ну, не про то отношение между нами и играми, которое мы все и так знаем. Я хотел бы поднять тему игр, которые были сделаны с любовью. И, как вы знаете, очень сейчас распространено мнение, что раньше было лучше, но такое мнение существовало всегда. То есть всегда был кто-то, кто говорил, что раньше было лучше. И обычно это говорят, опираясь на какие-то свои чувства, воспоминания из детства, ностальгию. Вот я когда-то играл в такие-то игрушки, и там все было вот так вот, а вот сейчас такого уже не делают. Но на самом деле нет, ребятушки. Наша память имеет очень сильный избирательный эффект, и чаще всего нам запоминаются хорошие вещи, а плохие вещи остаются в прошлом. Таким образом, мы сейчас помним много хорошей музыки из 80-х и 90-х. И все думают, что музыка тогда была лучше, но на самом деле тогда тоже хватало трэша. Просто сейчас мы его уже не помним, мы помним только хорошую музыку. То же самое и с играми. Понятно, что 15, 20, 25 лет назад были хорошие игры, и мы их все помним, и мы все на них ностальгируем и вспоминаем, что раньше было лучше, и сейчас такого уже не делают. Но, ребятушки, так ли это? И давайте немножечко задумаемся. Просто есть такая вещь, в которой мы, собственно, возвращаемся. Игры, сделанные с любовью. Есть маленькие студии, которые делают игры, есть большие студии, которые делают игры. Но это совершенно не влияет на качество. То есть, давайте посмотрим. Есть просто талантливые люди, которые просто любят свои проекты, холят и лелеят их. Если мы возьмем большие проекты, которые сделаны с любовью. Я могу спокойно здесь вспомнить студию Obsidian, которая делала Fallout New Vegas. И для многих New Vegas стал именно той самой третьей частью Fallout, которую все хотели. Потому что третья зашла далеко не всем. Да, есть вполне любители третьей части, я не собираюсь вас оскорблять. Я говорю именно с колокольней истории, потому что по истории, если ты сейчас кому-то скажешь в New Vegas, все такие, да, да, классная игра. Вот. Также я, пожалуй, должен здесь признать, что третью часть я для себя не осилил. Я начал в ней играть, провел там часов 30. И мне она показалась недостаточно интересной. Но, пожалуй, для этого были свои некие факторы. С другой стороны, New Vegas полностью пройден, полностью пробеган, пролазан, проползан. Там сделано практически все, что только можно. Единственное, наверное, я не выполнял квесты за Легион. Ну, хорошо, не будем вдаваться в подробности. Та же самая студия Obsidian, как известно, я хотел сказать, в прошлом году, но прошлый год это уже, получается, 20-й. В 19-м году выпустили Outerworld. И эта игрушка опять получилась замечательной. Ее номинировали на игру года, ее номинировали на кучу всего. Она не взяла номинацию игру года, к сожалению, но она взяла некоторые другие номинации. Я вам, если что, сюда сейчас выведу все, все то, что я смог найти, поэтому я просто как-то этим интересовался. Для меня лично она стала игрой года. Я ее прошел минимум дважды, это я точно помню. Первое прохождение у нас на канале, пожалуйста, можете зайти посмотреть. Второе прохождение я уже делал чисто для себя, в котором я, опять же, отбегал, оползал, все, что только можно было. И там есть альтернативная концовка, которую я, кстати, тоже заснял и выложил у нас на канале. Пожалуйста, приглашаю вас посмотреть. Но мы сейчас не про то. Какая атмосфера в этой игре, как проработаны персонажи, как проработаны всякие мелочи, вот это вот отличает игры, сделанные с любовью, от просто игр. То есть давайте не будем лукавить. Большинство игр от крупных студий сейчас делается для того, чтобы заработать. Это просто способ заработка. Поэтому, когда какой-то студии нужно выпустить игру, чаще всего это происходит не потому, что у них накопилась куча крутых разработок, и они хотят выпустить игру. Это надиктовано обычно высокими боссами, которые говорят, ребята, нам нужно поднять прибыль в этом квартале, в этом году или в этом триместре. Поэтому большинство игр, которые сейчас выходят, они, к сожалению, выходят именно с точки зрения, как лучше продать. А когда игры выходят с целью продать, то их пытаются сделать максимально для всех. А когда игру пытаются сделать максимально для всех, то, по иронии, она выходит максимально ни для кого. То есть в которой пытаются никого не обидеть, в которой пытаются сразу включить много элементов популярных в данной игровой индустрии и всякое такое. И получаются игры, которые... Ну, как проходничок, что ли. Кстати, мне кажется, что особенно в последнее время стало этим грешить именно Sony, потому что, например, как у них игра называлась про зомби, которая вышла пару лет назад? Days Gone. Да, Days Gone. Она получилась, ну, фактически ни о чем. В прошлом году вышла Цусима, призрак Цусимы. Очень многие нахваливают эту игру, очень многие от нее в восторге. Но я хочу обратить внимание на некоторые мелочи. Например, если вы помните, там есть такое задание, как проникнуть в лагерь, находясь в повозке с Саке. И, то есть, ты забираешься в повозку с Саке, и потом ты вылазишь из нее, находясь уже во вражеском лагере. Я хочу заострить свое внимание на анимации. Это большая, крупная, дорогая игра. Но при этом, что происходит, когда ты забираешься в повозку с Саке? Ничего, просто гаснет экран. Потом идут какие-то звуки на фоне, и потом просто экран появляется в тот момент, когда ты где-то стоишь за укрытием. Нету, не то чтобы ролика, нету никакого... Нету вообще, в принципе, ощущения, что ты куда-то что-то передвигался. Есть просто ощущение телепортации. И вот это вот, на мой взгляд, неправильное отношение к играм. Вот такие вот маленькие моменты показывают на то, что игра была сделана для того, чтобы ее сделать, для того, чтобы ее продать, а не для того, чтобы посмаковать. То есть разработчики, может, они и уважали свой проект, но они его не любили. Посмотрите, например, другой проект, который у нас тоже есть на канале, называется Hotline Miami. Конец первой части, после прохождения последнего босса, когда Джекет выходит на балкон, и он закуривает, кстати, я против курения, всегда вам это говорил, никогда не курите, но здесь момент игровой, поэтому я про него скажу. Он закуривает, причем он затягивается, потом с облегчением выдыхает, вытаскивает из кармана фотографию, с сожалением на нее смотрит и отпускает ее. В этой сцене заложено столько эмоций, столько ощущений, столько всего. То есть вы, если видели Hotline Miami, вы понимаете, как выглядит эта игра. Это вид сверху, причем не наискосок, а полностью сверху. Мы видим плечи и макушку нашего персонажа. Причем это пиксельная игра, если вы помните, первая часть, она гораздо более пиксельная, чем вторая. И смотрите, за счет вот этой пиксельности и такого вида передать такие эмоции, я думаю, вы понимаете, насколько это требовало мастерства разработчиков. Вообще, вся линия Hotline отличается очень большой детализацией. То есть они маленьким количеством пикселей, маленьким количеством того, что происходит в кадре, умеют передать очень большое количество эмоций. и что, например, делают огромные студии с огромными деньгами. Я напомню, что Hotline Miami это студия Devolvers на тот момент, по-моему, когда они делали Hotline, я могу ошибаться, но на мой взгляд, тогда в 14-13 году это было два человека. то есть студия Devolvers состояла, ну, по сути, из двух человек. Ну, там были еще сторонние помощники, да, я не спорю, но, грубо говоря. Вот, то есть эта игра была сделана маленькой студией, и она была сделана с любовью, потому что они не хотели ее продать. Они хотели, чтобы люди полюбили эту игру. И так и вышло. Hotline стала абсолютнейшей классикой. Например, те же большие студии, которые сейчас уже популярны, которым не нужна гонка за известностью, они уже популярны. Они работают именно на деньги, на получение денег. И давайте, например, посмотрим, как передаются эмоции в том же самом киберпанке новом, который мы сейчас играем. На данный момент он у меня еще не пройден, но вы посмотрите, какая здесь лицевая анимация, какая здесь игра актеров, какой здесь накал страстей, если что, это все было сказано немножечко с иронией. Вот. То есть, вы видите, как это все происходит. Потом, опять же, внимание к мелочам и внимание к деталям. Вспомните старые игры на NES, на SNES, на SEGU, еще те, 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 я не знаю, в какой у вас возраст, играли ли вы в те игры, но там была такая штука, как айдл-анимация. То есть, можно было нажать на паузу и пойти попить водички, а можно было, например, отвлечься, когда с тобой в комнату заходят родители, начинают с тобой разговаривать, и ты такой забыл нажать на паузу. И вспомните, например, момент из того же Соника первого, когда ты его оставляешь ставить на месте, при этом не нажав на паузу, когда ты возвращаешься к экрану, он на тебя укорительно смотрит и топает ногой, типа, чувак, сколько можно тебя ждать? Это 16-битная игра на 16-битной консоли. И причем такие айдл-анимации, они были практически во всех играх того поколения. Опять же, посмотрим на тот же самый Skyrim или Exanim. Почему я вспомнил эти игры вместе? Потому что у них происходит похожая тема. Когда ты стоишь некоторое время и ничего не делаешь, не нажав на паузу при этом, у тебя происходит панорамный облет камеры вокруг твоего персонажа. Это тоже очень крутая айдл-анимация. Я считаю, что это, опять же, это не так много времени забирает это сделать. И тут дело не в труде разработчиков, тут дело во внимательности разработчиков. То есть, они учли, что кто-то когда-то так сделает. И чтобы человеку не было скучно, о, давайте мы сделаем вот так. Мелочи, проработка персонажей, проработка диалогов, отношений, мотивации, сценария, это все очень сильно влияет на игры, например, мир окружающего персонажа. Если посмотреть на, к сожалению, мне придется искать деградацию вселенной мафии, то есть, в первой мафии у вас были люди в городе, но город был относительно пустой, то есть, там нельзя было особо что-то сделать. Попадались иногда гангстеры, на прогулки было на самом деле весело, но город был просто большой декорацией для линейного прохождения игры. Вторая же мафия очень сильный скачок сделала, потому что у нас есть хот-доги, у нас есть, да, я почему-то вспоминаю хот-доги, потому что это одно из таких ярких ощущений, ты можешь остановиться на улице, подойти к чуваку, заплатить 20 центов и поесть хот-дог, и он его реально съест, то есть, он будет стоять и жевать, ты можешь пойти выпить чашечку кофе, ты его реально выпьешь, вот эти все анимации, они чрезмерно обогащают насыщенный и так, ну как бы, мир окружающий нас, поэтому это довольно-таки важно, потому вспомните, у нас, например, был тюнинг машин во второй мафии, машины пачкались, их можно было мыть, машины можно было чинить, у машин можно было открывать двери, капоты, багажники, и была куча разных маленьких финтифлюшек, которые, вроде как, ну мелочь, но они были, это было крайне круто, в той же первой мафии, если вы помните, зажимая кнопку поворота, у нас в машине начинал мигать поворотник, это было просто чертовски классно, не знаю, я с этого кайфовал в то время, вот, и что случилось в третьей мафии, когда все максимально оказуалили, просто уничтожили сюжет, уничтожили абсолютнейшее все, и сейчас, кстати, ребятушки, на тему первой мафии Definite Edition, которая вышла в прошлом августе, кто говорит, что это хорошая игра, ребят, к сожалению, вынужден с вами не согласиться, потому что, вот тут как раз тот самый момент, когда игра, первая мафия была сделана с любовью, а ее ремейк Definite Edition, по-моему, вторая это Definite Edition, ладно, пофиг, первый ремейк мафии, вот он был сделан для бабла, вот отличный пример такой, потому что в первой мафии было все, то, что должно быть, то есть сюжет держал, и персонажи были, и на тот момент то, что возможно было сделать для игрового движка, они из него очень много чего выжили, вот, многие говорят, что графон был устаревший, тут, собственно, не в графоне дело, графон ты видишь первые 10 минут игры, потом ты привыкаешь, и в принципе все нормально, то, что они сделали в ремейке, они полностью искалечили всех персонажей, они полностью искалечили сюжет, и с Томми они сделали кровожадного гангстера, которому не хочется сопереживать абсолютнейше, я уже говорю про неудачный кастинг, то, что актеры совсем не подпадали под свои роли, так вот, получается, что они сделали просто рискин третьей мафии, посмотрите на движение Томми в ремейке, посмотрите на то, как он стреляет, как он кидает гранаты, как он взламывает машины, разбивает окна, это все движение Линкольна Клея, это просто рискин третьей мафии, причем, вы понимаете почему, потому что ремейком первой занимался тот же Ангар-13, по-моему, студия, которая занималась неудачной третьей мафии, я считаю, что это просто была попытка снять денег с ностальгии и с игроков, и многие на это купились, и даже некоторым это понравилось, но я не в том дело, понравилось и понравилось, на здоровье, ребят, я ни в коем случае не осуждаю у каждого из нас свои вкусы, и у каждого, то есть, если тебе что-то не нравится, если тебе что-то нравится, это не значит, что ты плохой человек, я хочу сказать другое, новое поколение игроков, которое подрастает сейчас, они чуть-чуть более зависимы от графики, чем, допустим, такие бронтозавры, как мы, которые когда-то начинали играть на трех пикселях, вот, и начав играть в мафию, они возьмут ремейк и пройдут ремейк, и потом, ну, то есть, они не увидят той самой оригинальной мафии, которая как раз и была сделана с любовью, они увидят ту мафию, которая была сделана для денег, и она им не так западет в душу, и они, возможно, не вынесут для себя каких-то впечатлений в будущее от этой игры, вот это самое печальное, потому что вот такие игры, которые делают для денег, они, ладно, что, они не портят индустрию, в индустрии должны быть разные игры, они, пожалуй, могут испортить некоторые ощущения некоторым людям, а это, пожалуй, будет пообиднее, чем испортить индустрию, индустрия сейчас, кстати, находится в стагнации, и не так много игр выходит, поэтому, смотрите, дело в том, что реально стоящие игры сейчас в основном выходят от маленьких студий, и это объясняется тем, что они ищут славы, а не денег, им нужно заработать себе имя, а чтобы заработать себе имя, нужно сделать, им нужно сделать реально хороший продукт, поэтому именно хорошие игры сейчас в большей части выходят от маленьких инди-студий, от каких-то инди-разработчиков, в общем-то, пожалуй, вот такая была у нас на сегодня тема, я хотел с вами немножечко поделиться своими мыслями, что я думаю о современных играх, о старых играх, и как это все складывается в моей голове, то есть, как вывод, наверное, я не могу сказать, что раньше было лучше, раньше были хорошие игры, и были плохие игры, сейчас есть хорошие игры, есть плохие игры, просто направленность изменилась, и раньше хорошие игры делались большими студиями, потому что у них были ресурсы и развязанные руки, то сейчас большие студии слишком связаны обязательствами и контрактами, прибылью и всяким таким, поэтому они не могут, пожалуй, сделать то, что им, может быть, хотелось бы, то, что нам хотелось бы, лично мои взгляды сейчас очень сильно направлены в сторону маленьких разработчиков, хотя, да, должен признать, есть большие проекты, которые я жду в следующие годы, несмотря на то, что сейчас пошла очень большая волна против Близзарда, я согласен, они во многом неправы, но какой-то ребенок внутри меня ожидает чуда, и я хочу четвертый Диабл, и чтобы он был крутым, и чтобы я опять утонул в нем на полторы тысячи часов, я очень обрадовался, когда объявили про четвертый Фейбл, хотя третий был не очень хороший, и это меня разочаровало, первый, я считаю, вообще просто легендарный классик, если что, он есть у нас на канале, второй, это эксклюзив для 360-го бокса, хотя у них по обратной совместимости можно поиграть абсолютно во все, но в свое время эта игра продала мне 360-ый бокс, подумайте об этом, у меня нету PlayStation, у меня есть 360-ый бокс, который я купил, ради второго Фейбл, и он, кстати, оправдался, он того стоил, второй Фейбл просто тоже замечательнейшая игрушка, третий, меня разочаровало, я еще жду, они говорят, что это будет то ли четвертый, то ли перезапуск, я крайне надеюсь, что это будет, это просто будет хорошая игра, мне не важно, какой будет номер этой игры, поэтому, да, есть большие проекты, которых я жду, как бы, возлагаю на них некие надежды, но при этом также скоро выходит игрушка по вселенной Диспотизма, если вы помните, кто-то, что такое Диспотизм 3000, опять же, у нас есть плейлист по Диспотизму, можете пойти посмотреть, и по этой вселенной выходит следующая игрушка, я так понимаю, что она будет от этих разрабов по этой вселенной, но концепт будет поменен полностью, я этого очень жду, там должно быть что-то прикольное, то есть, нужны такие какие-то проекты, тот же самый Hollow Knight, это тоже была индюшка с офигительным как бы таким мировоззрением, вот, так что, ребятушки, как-то вот так вот оно получается, сегодня такое у нас видео, говорите, нравится вам такой жанр, не нравится, а там дальше мы посмотрим, что у нас будет происходить, пока что на этом, наверное, все, всех с праздником, спасибо, что были с нами, всем удачи, добра-бобра, всем оладушек, всем покеда. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok